Ваня, в первую очередь, прими поздравления с рождением дочери. Добавляет мотивации, настроения? Ну, конечно, безусловно. Рождение ребенка – это всегда дополнительная мотивация для работы, вообще для жизни. Насколько сейчас ты чувствуешь себя готовым к игре? Уже полноценно осталась ли позади проблема со здоровьем и набрал ли уже форму? Но насколько набрал форму, это сейчас будет оценивать главный тренер. Что касается меня, я работаю, стараюсь, выкладываюсь на полную. И я думаю, не за горами тот день, когда я уже выйду в составе, я на это надеюсь, я работаю над этим. Поэтому здесь будет зависеть это больше от главного тренера. То, что касается моей травмы, я уже забыл, уже давно забыл про нее. Поэтому все зависит от меня и от обстоятельств, которые будут складываться либо в мою пользу, либо нет. Надеюсь, что в мою. Сейчас два последних матча не очень удачно сложились. Атмосфера в команде из-за этого не пострадала? Да нет, атмосфера хорошая на самом деле. Ребята все тренируются хорошо и эмоции, в принципе, нормальные. Понятно, что были два хороших соперника, серьезных. С «Зенитом» мы вообще не заслужили, конечно, такого результата. Но с «Динамо», откровенно говоря, игра не получилась. Поэтому здесь, я думаю, сейчас нужно забыть. Это готовится к «Локомотиву». «Локомотив» – такой принципиальный соперник для болельщиков, для команды. Поэтому здесь сейчас нужно забыть обо всем, что было, и настраиваться на победу с «Локомотивом». За счет чего с «Локомотивом» играть? Команда, имеющая в составе очень сильных футболистов. Все-таки есть смысл сыграть вторым номером? Или дома можно с любым соперником играть в атакующий футбол? Все кузыри раскрыть сейчас, каким номером играть. Да нет, ну, дома, естественно, как и везде на выезде, но тем более дома нужно всегда играть на победу. А как-то первым или вторым номером это уже будет ближе к игре, я думаю, вы увидите. Это на игре. Поэтому здесь сейчас говорить что-то, я думаю, пока нет повода. Рано. Спасибо.